Кто меня не знает, меня зовут Аня Кононова. Мы находимся в звании старших национальных директоров. Подтвердили это звание за 2 года и 4 месяца активной работы в интернет-проекте Faberlic Online. Также мы являемся одним из основателей проекта. Мы вместе с Николаем разрабатывали систему построения, систему обучения и так далее. И вот вы знаете, сегодня, да, все вы видели переписку в чате, да, что я спрашивала, почему всего 14 человек на вебинаре. Вот, и я вспомнила позапрошлый Новый год. Дата моей регистрации 26.11.2014 год. И в позапрошлом году мы были примерно где-то на 6% с мужем. Вот, и так все интересно получилось, что мы забыли, что 7 декабря это Рождество, 7 января, простите, да, что это Рождество. И к нам пришло всего лишь 6 человек на вебинар. Тогда мы были на 6%, как раз открыли активный рост, вели его вдвоем мы с Колей, да, Колей вебинары по маркетинг-плану и так далее. А я сопровождалки всякие вела, лидерское сопровождение. И я вела еще, как рекрутировать в соцсетях, да, то есть у нас хорошо получалось. Мы за первые два каталога работы нашли 54 регистрации. И я считаю, что это очень хороший результат, за два каталога прям 54 регистрации провести. Мы решили открыть активный рост для того, чтобы делиться с теми умничками, которые пришли, может быть, в чем-то сомневаются, еще что-то, да. И я показывала, помню, как свои распечатки еще. Я сижу и думаю, боже мой, а почему так мало людей на вебинаре? Почему так мало? И, конечно же, посередине вебинара я неожиданно спросила. Да, да, вот такая вот у нас история. И да, я неожиданно спросила своих девчонок, девчонок, которые ко мне пришли, я помню, там была Дарья Пахильчук, еще, да, то есть все девчонки, которые тогда пришли ко мне, да, были только девочки, они сейчас уже драгоценные директора, да, как минимум серебро. И мне так было интересно, а почему их так мало? Они мне пишут, Ань, так Рождество же сегодня, а ты, говорит, 8 вечера забабахала вебинар в Рождество. Я так сижу и думаю, боже мой, да, и вот, вы знаете, я с того момента так начала уважать этих лидеров, которые до такой степени хотят идти вперед, что даже в праздники работают, да, что они такие умнички, что они такие молодцы, что они в Рождество, хоть бы что, пришли на мой вебинар и даже вида не подали, да, и даже вида не подали, что они, что у них там семья, дети, что им хочется отметить этот праздник. И мне было так приятно видеть, вот сейчас, я очень часто это вспоминаю, мы, да, когда разговаривали с Дашей Пахильчук, со всеми, со всеми директорами, да, мы спрашивали, я спрашивала, говорю, как так получилось? То есть они мне отвечали, да, для нас нет выходных. Да, никто, вот из этих шестерых людей, которые ко мне пришли на вебинар, никто не пожаловался, что, Аня, ну что, с ума сошла, сегодня же праздник, ты чего к нам пристаешь со своими нравоучениями, зачем ты нам ведешь вебинар, праздник. И вот на самом деле, дорогие коллеги, все, кто сегодня пришел на этот вебинар, вы огромные молодцы, и у вас на самом деле блестящее будущее драгоценных директоров, потому что много кто в праздник отказывается от работы. И я вам честно скажу, что вот мы когда с мужем сидели, 31 декабря, да, то есть предновогодний день, мы сидели, смотрели, да, нам не хватило 80 баллов до 9%, вот так вот каталог оканчивался, и сидим такие расстроенные, и думаем, рекрутировать сегодня или нет, что уже поздно, что уже люди-то все на столы накрывают. И вы представляете, мы вот в предновогодний день, мы нашли два человека, мы их зарегистрировали, одна девушка растет хорошо, а вторая, она, как бы не буду называть их имена, потому что, ну, не спросила разрешение, можно ли назвать, да, а вторая, конечно, она ушла, да, ну, это процент активности такой-то, нормально, когда от нас уходят люди, и с нами остаются только наши люди, с которыми нам комфортно, да, вот, сегодня не праздник, но я вспомнила, потому что, смотрите, мало людей на вебинаре, это, скорее всего, из-за праздника, да, я когда зашла вести вебинар, было 14 человек, и я решила подождать лишние 5 минут, чтобы люди собрались, да, чтобы вот это вот, эти вот воспоминания вам передать. И вот, на самом деле, мы нашли в предновогоднюю ночь две регистрации, когда мы созванивались с этой девушкой, которую зарегистрировали, я спросила, а что ж вы так о работе в новогоднюю ночь думаете? А она мне ответила, говорит, а что ж вы в предновогоднюю ночь работаете? Я говорю, ну, вы знаете, говорю, я мама двух дочек, я говорю, у меня муж без работы остался, я говорю, я поэтому рву мечу, чтобы накормить, говорю, своих детей, там, так далее, положение материальное у нас было затруднительное, и понятно, что у нас в эту новогоднюю ночь на столе не было ни мяса, ни фруктов, да, то есть моей старшей дочке подарили на фабрике, там, где Антон работал, подарили там новогодний подарок, ему вот этот новогодний подарок распечатали, да, пожарили картошечки, там, салатик какой-то, помню, сделали, не помню, какой уже, да, и вот так вот мы отмечали, да, и думали, самое главное, мы вместе, и все у нас получится, в будущем будет, да, вот, и вот вы знаете, огромные молодцы, что пришли сегодня на вебинар, огромные молодцы, что хотите расти, хотите обучаться, я хочу сегодня много вопросов, так как нас мало, я думаю, я отвечу на вопросы каждому, и сегодня у нас с вами очень интересная тема, это накопительный эффект, вот, про этот накопительный эффект, многие слышали, кто был на моем прошлом вебинаре по нему, кто уже второй раз на нем, поставьте плюсики, кто первый раз, поставьте циферку 1, пожалуйста, 80 баллов, да, Настя, мы не сделали, и остались на 6%, не открыли 9%, 1,1, да, ну, замечательно, значит, тема будет проведена не зря, и так, конечно, накопительный эффект у нас с вами начинается с позитива, и это на самом деле так, чем более вы уверены в компании, в проекте и во всем, тем вы лучше и, как вам даже сказать, увереннее в себе, и идете по карьерной лестнице, и это уже, как он, да, то есть, как выразиться, это уже точно, да, вот это точно, мы такие наблюдения, что когда лидер приходит, несмотря по сторонам, видит цель, идет вперед, вот это очень важно, почему, почему важно, потому что, как у нас заведено, да, что очень многие люди всю неделю ждут пятницу, весь месяц праздника, и весь год лето, и всю жизнь счастья, да, значит, Сашенька, ждем тебя сразу на шести, да, вот, вот, ничего, ничего, прорвемся, да, и у нас с вами так получается, что вот мы как-то все откладываем, откладываем, и думаем, что у нас очень много времени, да, а на самом деле нужно просто поверить в себя, и делать одни и те же действия ежедневно, но обязательно с одним выходным, конечно же, да, вот, и, конечно, шесть привычек успешных людей, я не стала сюда привычки неуспешных людей в самое начало вставлять, но шесть привычек успешных людей, это привычка планироваться, привычка учиться, привычка брать на себя ответственность за все, привычка не замечать препятствий, привычка решать задачи, и привычка делать все вовремя. И еще вот тут седьмое – это систематичность. И сегодня мы с вами как раз поговорим про накопительный эффект. Посмотрим мои первые шаги. Так, почему-то слайды поменялись у меня, да. И скажите, пожалуйста, посмотрите на эту лестницу успеха, да. Как вы видите, звание, открытое звание международных директоров – это семь, получается, ступенечек уже до макушки. Мы идем уверенно, потому что мы ни в чем не сомневаемся. И давайте с вами перечислим те уровни, которые вы хотите занять. Напишите каждый свой уровень. Какой вы хотите в компании? В желтый сектор. Я хочу в оранжевый. Я хочу в оранжевый, потому что с Фаберли в бизнес строится легко. Оранжевый. Самый высокий – это под вами бриллиантовые ветки должны быть. То есть каждая ваша веточка директорская должна стать бриллиантом. По-моему, 24, да, 24 бриллиантовых ветки. Это очень объемная работа. Желтый и оранжевый. Молодцы, молодцы. Вот эти ваши 30, а, 30, ой, Свет, точно 30. Я перепутала с международным партнером. Да, прошу прощения. Вот. Пойду учить маркетинг-план после вебинара. Обязательно. Нет, звания генерального партнера нет. На данный момент в компании самое высокое звание. Звание было старший международный директор, но лидер немножечко с него упала. Потому что передала, по-моему, свой номер дочери. Они сейчас даем на один номер. Фамилия у нее Ларченко, а вот имя, к сожалению, забыла. Да. Итак, я видела ее вживую в прошлом году на ассамблее. Они вместе с дочкой шли по подиуму. Очень гордо. Женщина такая, она уже очень-очень в возрасте. И дочка у нее такая молоденькая, красивая, высокая. Вот. Самое большое звание старший международный. Сейчас она просто международный стала. Вот. Итак, дорогие коллеги, все ли вы знаете, что когда мы с вами оформляем перевод денег на расчетный счет в банке, это называется индивидуальное предпринимательство, мы с вами становимся бизнесменами и у нас идет трудовой стаж. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Отлично. И, конечно же, у нас есть такие звездочки на проекте, которые растут быстро, которые растут средние и которые почему-то вообще не растут. Вот. И те, кто вообще не растут, или ругаются со своими наставниками, что наставник им мало дает и не то дает, да, или они не желают самостоятельно где-то на проекте находить информацию, да, у нас же с вами есть чат для коллег, фаберлик, еще что-то. И самое интересное, что у них нет систематичности, да. И хоть так же хочется сказать, что все быстрые старты на проекте, особенно последнее время, взяты людьми, которые перешли с готовой командой. И у нас вот как раз есть очень много лидеров, которые начали сомневаться в себе, в своем успехе, потому что они пришли позже, а звание кто-то, да, кто-то них, кроме них, да, кто-то пришел позже, а звание открыл раньше. Так вот, дорогие лидеры, мне хочется сказать, что каждый на нашем проекте растет так, как ему удобно, так, как ему нужно. Самое главное, чтобы была цель, да. Вот. Не обязательно, что они сами не хотят. Очень много людей хочет, но очень много людей понимает, что помимо хотения нужно делать. Только желание, закрепленное действием, равняется результатам. Итак, что нам не хватает для роста? Я выбрала вот это вот, и еще кое-что забыла. Значит, нам не хватает знаний, да, знания – это уверенность в себе, нам не хватает практики, когда рука набита, рекрутировать в соцсетях, работать, да. Конечно, Рим, они все могут стать директорами. Все, конечно, могут. Могут все. 3000 баллов набирается легко. Не все еще хорошо. У меня очень много девочек, которые работают на земле, и вообще их даже нет ни в скайпе, нигде. Они работают и успешно работают. Вот. И знаете, не хватает практики, да, то есть набитой руки, опыта, опыт общения, команды не хватает, да, которые лидеры часто очень не могут собрать, да, помощи наставника не хватает. Мы редко теребим наставника в личку, ждем, пока он нам сам напишет, да, наигрубейшая, да, ошибочка в накопительном эффекте. Уверенности в себе, именно в том, что мы с вами все одинаковые. Одинаковые руки, одинаковые ноги. Все мы с вами пришли, начали с нуля, и все мы с вами тычем кнопочки, и работаем с одной компанией, с одними странами на работу. Конечно, нам не хватает терпения. И что же еще нам не хватает? Давайте с вами подумаем. Лариса умница. Это очень хорошо. Лень побороть. Нет. Ну, близко, Анюта, горячо. Что нам не хватает? Времени, да, не хватает? Времени. Постоянных действий, систематичности. Вот что написала Леночка. Леночка, огромная умница. Да, огромная умница. У каждого мотивация своя, да. У меня была мотивация, наконец-то, включить холодильник, чтобы он был полным мясом. У меня была мотивация рассчитаться со всеми кредитами. У меня была мотивация купить квартиру. Я все это сделала, слава Богу. И хочу сказать, что если вы идете к цели, у вас все получится. Желания не настолько сильные, да. Почему не сильные желания? Потому что многие привыкли, что они отучатся, да, и пойдут на работу. Почему? Потому что нас этому учили. Учили. Но это следующая тема. И давайте перейдем, кстати, к теме вебинара. Желания не настолько сильные. Времени, да. Ну, тут просто нужно расставлять приоритеты Ларисы железно, чтобы на все время хватало. Вот это тоже как бы надо просто порядок навести в голове и в работе. Вот. Терпения очень не хватает, но оно было написано Насте. Были две цели, но они уже достигнуты. Лариса, поздравляю. Мотивация слабая, да. Ага, понятно. Ну, хорошо, когда у вас все есть. Вот у меня ничего не было, да. Мне так хотелось хоть что-нибудь для себя. Это хорошо, вот если так. А вот мы жили с родителями. Сами знаете, с родителями жить не так и хочется. Вот мне захотелось жить отдельно. Вот. Итак, очень важную роль в нашем проекте играет именно накопительный эффект. Он есть на всех этапах нашей работы. То есть наша работа в соцсетях. Что мы с вами делаем? Мы с вами создаем странички, потом мы их с вами раскручиваем, потом мы с вами идем рекрутировать. То же самое группы, да, кто работает методом рекрутинга через группу, да, вот я недавно видела, вели этот вебинар, да, то, что группу раскручиваете, какие-то посты выставляете, к вам приходят люди, да, то есть авторекрутинг. Далее, значит, мы копим знания. Когда новичок приходит на проект, им очень сложно понять, как оплатить заказ, к примеру, в Таджикистане, как, допустим, разутвердить, отредактировать заказ и отправить его обратно, как, допустим, сделать заказ на почту России и так далее, и так далее, да. То есть мы с вами будем копить эти знания, но вот для накопительного эффекта эти знания не обязательно держать в голове, нужно просто знать, да, раздел на командном сайте, где это все находится, чтобы оттуда брать, копировать и посылать, да, то есть далее помощь наставника. Это, конечно же, обязательно, потому что только наставник вам, да, помогает, ведет вас по шаблону переписки с новичком, и вы уже обучаетесь по этому, да. Наши выплаты. В наших выплатах тоже есть накопительный эффект, растет группа, растут ваши доходы, и это важно понимать, как правильно строить свою структуру, да, чтобы выплаты вас радовали. Наша группа, да, вот очень важно сейчас понять такой момент, что вы привели человека, он у вас активировался, и это здорово, но бывает и такое, что на проекте есть люди, которые много регистрируют, да, и, допустим, не созвонились с новичком, или не выслали ему инструкцию, инструкцию, или выслали ему инструкцию ту, которую они сами придумали, и они высылают ту, что дает наставник, у которого есть результат, да, и получается, что немножечко идет перекос, да, информации, и команда уже растет не так быстро, как, допустим, команда у тех, кто соблюдает советы наставника, да. Практика, когда я первый раз села рекрутировать в интернете, мне было очень сложно, я путала все браузеры, я ничего не понимала, и сейчас мне очень легко. Работается, почему? Потому что я уже умею, рука набита, то есть мы купили лучший компьютер, который сильнее намного, да, то есть поначалу, чтобы пришла практика, мы взяли ноутбук в рассрочку, а когда мы еще были, по-моему, на 12%, мы хотели брать ноутбук в рассрочку, это здорово, это классно, когда можно взять, вот. И далее, значит, опыт общения. И вот это вот самое ценное в накопительном эффекте, это опыт общения. Когда вы со всеми хорошо общаетесь, да, вот, допустим, в соцсети вам ответили нет, нет, это тоже ответ, и это очень хорошо, что вам его ответили, и нужно обязательно сказать спасибо за ответ, если надумаете, буду рада вам рассказать все подробности заработка через интернет, да, все подробности легального заработка через интернет, или там, ну, еще как-то, да, то есть им можно оставлять ссылочку на свой рекрутинговый сайт, которую вы пропускаете через сократитель ссылок. Вот на ответ нет, вот именно это будет правильно, да. Далее опыт общения в чем? Когда люди вам начинают задавать вопросы, да, и они, допустим, говорят, ой, я не знаю, получится ли у меня, вы говорите, да, да, у вас получится, все будет хорошо, я вам помогу, я буду строить под вас людей, да, и тем самым мы с вами приводим на проект халявщиков, а нужно обязательно говорить, обязательно говорить, что, конечно, все зависит от вас. Вот я своих новичков, допустим, учу рассказывать о результате наставников, да, у всех свои наставники, у всех свои директора, да, то есть о результате своего директора, и говорить, что есть возможность по такой вот быстрой системе рекрутировать, да, рекрутировать, работать, расти, мы вам все предоставим, да, обучение бесплатное, и вот когда человеку говорите правду, он начинает понимать, что все зависит от него, он уже приходит на проект не с мыслью, сейчас мне выстроят структуру, и я буду тут в шоколаде, а с мыслью, что ему нужно работать и зарабатывать, да, то есть вот тут тоже очень важно в опыте общения понимать, что мы с вами даем возможность зарабатывать, а лидеры уже, да, новички, которые к нам приходят, уже сами решают, становиться лидерами или не становиться, вот, если у новичка нет скайпа, ватсап, и пишет, а вукэ пишет, у сайта плохая репутация, плохая репутация в смысле сократитель ссылок, что ли, плохо работает, Лилия, я не пойму, вот сейчас я вам дам свои шаблоны сообщений, для того, чтобы вы смогли увидеть различные сократители ссылочек, вот, и вы их оттуда себе скопируйте, так, где куда-то я их потеряла, вот, сейчас я вам вышлю, вот, вставить, все ли прошли, поставьте, пожалуйста, плюсики, и там вверху есть сократители ссылочек, если у сайта плохая репутация, это значит, что кто-то не пользуется сократителями ссылочек, а просто так ссылку на сайт отправляют, отправляют, и кто-то нажал «пожаловаться», и все, и у сайта стала плохая репутация, поэтому, да, это может быть, да, может быть, там нет ни вирусов, ничего, просто вот такое может быть, вот, и, конечно, так, минутку, перепрыгнула, да, опыт общения, итак, сейчас мы с вами поговорим на очень интересную тему, потому что мне хочется, чтобы вы видели различия, я это различие очень хорошо понимаю, потому что я сейчас, наверное, уже в десятки раз зарабатываю больше, чем на работе по найму, вот, грубо говоря, за два года работы, когда вот к нам Николай приезжал на юбилей контошки, у него было 30 лет, он нам пожелал такую вещь, он говорит, я знаю, говорит, что вы уже рублевый миллионер, говорит, желаю вам стать долларовыми миллионерами, да, и мне так стало приятно, что нас так назвали, мы сами себя такими не ощущали, но когда Николай приехал, да, вот и дал нам такую новую цель, мы как-то вот вдохновились, если честно, хотя это всего несколько слов, да, вот, конечно, вот давайте с вами сейчас немножечко поговорим о том, что вы можете говорить своим новичкам и понимать сами, самое главное, сами поймите, и у вас легко пойдет дальше, потому что накопительный эффект, это самое главное, понять суть нашего бизнеса. Итак, сколько лет учатся на товароведа или управляющего? Напишите мне просто циферки в чат. Сколько стоит данное обучение? Еще, да? Да, два-три года. Угу, угу, да, два-три года. Все верно. Сколько лет учатся на врача? Шесть. Да, шесть. Шесть лет, верно. Сколько лет учатся на учителя? Сколько лет учатся на продавцам? На продавцам можно пройти курсы, да, несколько месяцев. Да, можно и без опыта, это на самом деле так. И, конечно, сколько лет учатся на уборщицу? Да, ну, посмеялись с вами, конечно. Но, вы знаете, я работала уборщицей, когда мне было 14 лет. И я вам хочу сказать, что там с них огромный спрос. Я работала в школе, устроилась на лето, потому что мне хотелось, по-моему, не помню, что это я хотела, а я хотела духи, свои капроновые колготки. Ну, вы знаете, вот обычные мечты подростка-девчонки, да. И, значит, меня заставили сдавать на уборщицу аттестацию. Аттестацию в плане того, что я должна была знать, какой раствор, когда наводить. Не дай бог, я наведу какой-то не тот, да, раствор, чтобы помыть этим, вот эти же вот коридоры, да. Да, и с высшим образованием можно работать уборщицей. Вы правы. Что еще хочется у вас спросить? Как вы думаете, сколько это обучение все стоит, да? Какой процент попадания на бесплатное обучение вот у этих вот людей, да, хотя бы у первых трех перечисленных, да, товаровед, врач, учитель, психолога 6 лет. О, 25 тысяч в год и за диплом 30 тысяч отдала. Просто так. Круто, круто. Вот, 6 лет, да. И, конечно же, пока мы с вами не отучимся, нас никуда не возьмут. Согласны? Вот. И, конечно, что же будет плохо, что будет, если кто-то что-то сделает плохое? Вот, допустим, уборщица навела не тот раствор и она отравила там, допустим, полкласса учеников. Человек ищет новое место. Практически в 90% случая человек ищет новое место. Да, в самом худшем варианте, да, в единичном, на самом деле, посадят еще что-то. Да, и мы с вами должны сейчас понимать, что у нас с вами вот эта вот вся ответственность, да, что самое главное, мне вот понравилась компания, то, что настроена вся логистика. И она не просто настроена, да, мы показываем каталог. К примеру, у нас что-то купили, и если покупателю что-то не понравилось, качество, еще что-то, он пишет заявление на компанию, а вы, как посредник, абсолютно ничему не привлекаетесь. Вот, да, и что у нас получается? Да, вот врачи, которые купили корочки, вот, да, могут такое сделать. Да, что у нас с вами получается? Получается, что мы с вами обезопасены от всего. Да, вот, к примеру, бизнес наземный, да, на земле, который мы делаем, не рекрутируя, а, допустим, открывая свой магазин, он тоже начинается с нуля, так ведь? Он начался с нуля, и что нам нужно? Нам нужно здание, нам нужно, да, за это здание платить или купить, или самим построить, нам нужно наемных рабочих, нам нужен бухгалтер, нам надо отчитаться в пожарную, в отчеты в налоговую, отчеты в СЭС, да, у нас магазин. И вот это вот все, конечно же, бизнес на земле, он начинается именно с нуля, ой, не с нуля, а с минусов, да, а тут мы начинаем, начинается с нуля, да, то есть у нас тоже как бы вот это вот нужно обязательно ценить. Вот, ко мне в последнее время начали приходить бизнесвены, потому что моя зарплата уже обязывает, я к себе притягиваю уже таких людей, которые могут свой бизнес менять на сетевой маркетинг, и понимать, что тут нет ни проблем, ни забот. И они это сами говорят, что, Аня, ты живешь как в куполе. Я говорю, что такое? У вас, говорит, ни проблем, у вас, говорит, ни забот, у вас, говорит, ничего нету. Вы, говорит, живете, как у Христа за пазухой в этой сетевой компании. Я говорю, почему? А ты, говорит, просто это не ценишь. Ни за что не надо отдавать, ни за что не надо платить. Будет, Олечка, привет. Вот, вы понимаете, за нас все делают. Наше дело изучить информацию и ее доносить. Любыми способами, лишь бы люди к нам шли. Так ведь? Вот мне хочется, чтобы вы оценили именно это, что на работе по найму, да, вот, когда моей дочке исполнилось 3 недели, Виктории, моей второй дочке, да, нам сейчас 3,5 годика, меня уволили в связи с лапидацией фирмы. Все, фирмы не стало. Почему фирмы не стало? Да, обанкротились. А где мои декретные? А нету. А пошла в соц.опеку, да, получать там 6 тысяч раз в месяц. И вот, понимаете, вот эта вот надежность, стабильность в компании Фаберлик, она есть. И вот это нужно понимать, что в компании Фаберлик намного надежнее работы по найму, намного надежнее своего бизнеса, потому что малый бизнес редко перетекает в крупный бизнес, выбиваются только единицы, да, и обычно про таких людей, которые выбиваются, говорят, ой, надавал взяток, сидит теперь жирует, да. Про нас даже такого не скажешь, потому что все вы видели мой труд, как я работала, как я рекрутировала, как я вела вебинары, все вы можете зайти на мой канал YouTube и видеть это все, все вы можете попросить у меня старющие записи вебинара по активным ростам, когда вот я, допустим, через день по полтора часа с шести процентов вела вебинары, что бы не было, никаких отмазок не признавала, да, что бы не было, даже седьмого января я вела вебинар, да, вот представляете, вот, и вот, ну, Ангелина, это обычное состояние, да, обычное состояние человека, который доверился работе своему начальству, это найм, а никто платить это не хочет, и никто тебе платить это, если не захочет, он не станет, это уже зависит от совести людей, вот, и, конечно, все мы хотим зарабатывать и по сто, и по двести тысяч, да, все вы знаете, что у нас уже намного больше выплаты, чего я всем вам очень желаю, и, конечно, некоторые хотят, но не всегда ходят на школы, не все нормативы выполняют, вот я, допустим, с именем Чикан Срау говорю, делаешь столько страничек, чтобы их не блокировали, чтобы у тебя был охват 300 человек в день, одна регистрация в день, и звонишь этой регистрации 5, 10, 15 минут, созвонилось, все, твоя норма за день выполнена, да, осталось время, посмотри какой-то вебинар, какую-то запись вебинара, пожалуйста, можешь рекрутировать под запись вебинара, то есть я продвигаю такой путь для новичка, чтобы новичок понял, что тут все серьезно, и бездельничать некогда, но время можно сэкономить, можно, допустим, за 4, да, за 3, 4, 5 часов сделать норму за день, можно, писем, именно писем, вместе с дружбами, кто дружбу уже не принял у вас, я тоже считаю это охватом, но я не считаю охватом, допустим, лайки, раньше я считала лайки, но мы говорили, тысячу людей, охвата минимально в день, но тысячу охвата, эти лайки, они сейчас не приносят, много, да, я очень часто начала дарить, знаете, есть в одноклассниках, услуга, все включено, да, как предлагаю, так и говорю, когда вам будет удобно созвониться, я с вами хочу познакомиться, вам показаться, вот и все, я не предлагаю, я спрашиваю, когда ставлю перед фактом, как знакомиться надо, человек должен увидеть, что по другую сторону, такая же мамочка, допустим, в декрете, или такой же человек живой, который пришел зарабатывать, вот, да, Наташа, очень хорошо, да, вот, и, конечно, вот тут мне хотелось вам задать вопрос, но так как сегодня только умнички, в праздник собрались, да, то, а я вам хочу сказать, что три часа рекрутинга, сидя за компьютером в соцсетях, это для нас немного, это для нас немного, почему, потому что вот недавно, ко мне зарегистрировалась девушка, и у этой девушки есть дочка, ей 20 лет, ну, уже как бы женщина, да, но я не могу ее женщиной назвать, потому что она очень хорошо и молодо выглядит, свои 44 года, и недавно только родила с второго сыночка, вот, у нее трое детей, вот, и вы знаете, самое интересное, что у нее дочка пошла на работу по найму, она пошла на работу по найму, ей там платят, месяц она там отработает, за стажировку 6 тысяч, да, потом ей поднимут до 12, в два раза больше будет, да, вот недавно к нам устроилась девушка, да, в виде помощницы по дому, и вы знаете, я у нее спросила, сколько ты зарабатываешь, она говорит, 11, и она говорит, хорошо, 11, хорошо, понимаете, она говорит, хорошо, вот, и тут, конечно, тоже нужно обязательно понимать тот фактор, что вы можете зарабатывать неограниченно, вас на работе по найму держат какую-то вот, вот ваш, да, к примеру, чтобы стать заведующей, нужно или подсидеть кого-то очень хорошо, или вам нужно иметь высшее образование, и быть супер-супер умным, да, а тут вы растете, и количество вакантных мест, на директорах не ограничено, да, но нам с вами надо будет понять, что накопительный эффект в работе, да, проходит, мы с вами все проходим через эти вот трудности, да, зарегистрировали человек, ушел, ой, все, больше не буду рекрутировать, да, вот такое очень часто бывает, из-за этого люди ломаются, да, и как это я сделал 300 человек охвата, я его зарегистрировал, я с ним созвонился, а он не стал работать, да что же это такое, подарок забрал, работа не работает, да, вот, и вот это вот очень интересный фактор того, что мы с вами должны иметь терпение, да, вот именно терпение входит в наш накопительный эффект, чтобы идти дальше, и потом видеть, если вы не сдадитесь, как сдаются другие, вы признаете, это сладкое очень чувство, и я вам всем желаю его испытать, и когда вам будет сложно, вспомните вот эти мои слова, да, что если вы желаете достигнуть своей цели, вы ее достигнете, то когда вы ее достигнете, то вы много раз увидите, как люди, которые пришли вместе с вами, сдаются, и совершенно не там находятся, где были их мечты, да, то есть они сдаются, вот, и, конечно, дорогие коллеги, наставник достается только тому, кто его достает, у меня есть новички молчуны, которые очень редко вопросы задают, допустим, задают вопрос раз в неделю, я считаю, что это мало, пусть лидеры хорошо растут, да, которые вопросы раз в неделю задают, но все равно это мало, мне бы хотелось больше обратной связи, но каждого теребить, как-то я вот уже, лично я не тереблю, вот, лично я не тереблю, но я безумно рада, когда мне пишут, вот, честное слово, итак, наша работа, да, накопительный эффект нашей работе, да, создаем странички, предлагаем работу, регистрируем нашу команду, да, созваниваемся, и все это желательно по одной регистрации в день, чтобы приоритет был выставлен, я вам на последнем слайде покажу свои личные приоритеты, у меня их сейчас немножечко побольше, но кое-что начало делаться само за себя, и поэтому я могу выделить время и на семью, и на выполнение всех приоритетов, далее, значит, странички новые у вас начинают работать, и тут начинается накопительный эффект, самое главное поймите, вы можете регультировать день, два, три неделю, а потом, там, день на пятый, на третий, на седьмой после рекрутинга, 300 человек охвата в день, вдруг у вас начинают идти регистрации, и они у вас начинают идти, начинают, и у вас все хорошо, и вы уже до такой степени привыкли, что у вас есть регистрация, что тут очень много лидеров может допустить такую ошибочку, как перестать рекрутировать, конечно же, у этого лидера накопительный эффект продолжается, два, три, пять дней у него еще идут регистрации, потом регистрация не становится, да, лидер сделал перерыв, накопительный эффект закончился, регистрации перестали идти, И он сидит и думает, в чем у него проблема. Рекрутирует день, рекрутирует два, а зона комфорта жесткая, она быстро забирает человека к себе, да, зона комфорта. Нам уже так рекрутировать не хочется, у нас уже азарт не тот. И мы начинаем делать охват 150 человек, да, еще что-то еще. И понять не можем, почему стало меньше регистрации, почему был хороший скачок, а потом вот тут как раз я вас призываю к терпению. Вот в этот вот миг, пока вы не достигнете желаемого результата, делайте 300 человек охвата в день. Что будет, если вы будете делать 300 человек охвата в день? Что будет? Как вы думаете, что будет? Директор! Да, а мы все пришли не только хорошо зарабатывать, но мы же все пришли и за статусом престижным, да, в социуме. Мы с вами пришли за чеками, за премиями, за признанием, за уважением, так ведь? И это нужно понимать, что как раз-таки вот на работе по найму этого нет, этого нет. Да, рост стабильный, стабильный. Вот тоже вот, Лариса, огромное спасибо. Стабильный рост, да, стабильная работа дает стабильный рост. Систематичность. Вот как все это связано. Вот. Постоянная регистрация и рост. Так, Ксюша, очень рада, ты ко мне на вебинар пришла. Ты с телефона, да, зашла или с компьютера сидишь? Ксюша у нас вместе со мной в одном поселке живет. Я знаю, что у меня проблемы с техникой. Смотрите, девушка зашла на вебинар, умница. Да, далее. Далее, что у нас далее получается? Накопительный эффект в нашей работе, когда мы набиваем руку. Вот, знаете, вот кто видел видео, как Антон Коннов рекрутирует в соцсетях, да, то есть все вы знаете, что с уровня старшего директора, Яна поздравлял, как говорила в среду, уровень старшего директора, когда мы открыли, Антон уволился с работы по найму. Да, он уволился с работы по найму, и я ему отдала рекрутинг, регистрации, и забрала себе людей обучать и вести их, да. Вот, снова-то тормозит, но работает, да. Ну, Ксюша, очень рада, очень приятно, что ты ко мне пришла. Вот, значит, что у нас получается? Он до такой степени быстро рекрутирует, что мне девчонки говорят, Ань, я не могу за Антоном успеть понять, куда он нажимает, у меня аж голова закружилась. Кто видел это видео, поставьте плюсики, минусики. Сейчас это видео, к сожалению, уже не актуально, потому что он не друзьям высылал картинки, высылал штук по 40, вот, кто-то видел, да. Вот плюсики, да, те, кто поставил плюсики, дорогие лидеры, отпишитесь быстро, ведь рекрутинг идет, да. То есть он мгновенно делает, как вам даже сказать, мгновенно делает вот этот вот обхват 300 человек, плюс опыт общения, и ему не надо делать охвата 300 человек, у него сотни уже регистраций есть, понимаете. Если он сделает 300 человек, у него будет 3, 4, 5 регистраций. Почему? Потому что есть уверенность в себе, отличнейшие выплаты, хороший статус, есть чем похвастаться, да. То есть, получается, на том этапе, пока мы мало зарабатываем, мало знаем о компании, очень неуверены в себе по каким-то причинам, кто в себе, кто в проекте, кто в компании, в чем угодно, да. У нас еще и такое испытание, что у нас нет вот этого опыта общения, и к нам люди идут меньше, чем к тем, у кого уже этот опыт общения появился. Да, очень быстро, да, Мариша? Вот. Да, и это нормально, и вот каждый новичок, проходя через эти сложности, в итоге получает награду статус директорства, престижный и престижный статус директорства и хороший выплат, да. Поставьте, пожалуйста, плюсики, понятно ли вам, куда я вас сейчас веду. Мне очень, очень хочется, чтобы вы поняли, очень хочется вам объяснить, это мои личные мысли из сердца, из души, да, то есть, и, да, к хорошей жизни, да, Римма, вот, значит, что же нам нужно, чтобы поскорее расти, да, то есть, мы постепенно создаем больше страничек, чем больше у вас страничек, тем меньше их блокирует, тем больше накопительный эффект, да, все мы с вами понимаем. Каждую ссылочку через сократитель ссылок, в голове все по полочкам, кто зашел позже, вот, пожалуйста, тут сократители ссылочек вверху, это мои шаблоны, я понимаю, что ваш директор вам ваши шаблоны дает, я эти шаблоны даю своим новичкам, но ничего страшного, главное, вот эти сократители ссылочек себе возьмите. Ой, Юлечка, это видео закрытое, и оно, его нужно просить у меня в личку, если честно, я потому что сейчас его не дам, я его не дам, а Антон не на вебинаре сейчас, он с дочкой гулять ушел, вот, значит, набиваем руку, у нас 300 человек охвата, нам удается сделать за час, за два, за три, ну, за час я загнула, за два часа Антон успевает сделать, успевает, да, далее, значит, пока мы делаем охват, обучаем людей еще что-то, у нас появляется опыт общения, и у нас есть возможность увеличить охват людей, если нам хочется, допустим, три-четыре регистрации в день, если мы можем провести три-четыре регистрации в день, и провести три-четыре созвона по пять-пятнадцать минут, да, у кого сколько, каждую, Ира, правильно, понимаете, каждую, каждую, да, то это же, понимаете, сами, что будет взрыв по росту, да, взрыв по росту, конечно, я понимаю, кто-то работает и совмещает работу, да, у того не получится, да, супермного быстро расти, потому что, когда, допустим, человек работает, пять на два, он приходит с работы, он покушал, он сел, у него три часа в день есть, ну, у кого есть, извините меня, по двенадцать часов в день, да, вот, допустим, эти же мамочки в декрете, да, я зарегистрировалась, моей дочке был год и месяц, да, дети, они мешают немножко бизнесу, это факт, но ради детей мы все это с вами и делаем, и я хочу сказать, что вот до уровня старшего директора я росла одна. Муж уезжал на работу, в шесть утра он вставал, в семь уже выезжал автобус, его увозили в город и привозили, вечером я садилась, еще вебинар успела по полтора часа проводить, да, вот, нет, желательно не отправлять, я, вот, если честно, я все через сократители кидаю, и почему-то у меня уже это так в привычку вошло, для меня ссылку поменять одна секунда, Ириночка, не эконом, знаешь, эконом мне по времени, да, то есть нужно быть немножко хитренькими, эконом мне по времени ссылочку через сократитель пропустить, да, чем потом создавать и раскручивать новую страничку, ведь так, да, Оксана, все правильно, да, но не всем, не всем, не всем звоню, почему не всем, потому что иногда я по переписке вижу, что сейчас пока человеку звонить, допустим, рано, да, у меня есть девчонки, директора, с которыми мы созвонились, допустим, на первый раз, там, на 12%, есть такие случаи, есть, сами растут, и все хорошо, что говорю, говорю, ну, как сказать, самое первое, что нам надо с вами понимать, это то, что компании не доверяют люди, потому что мы ищем людей через интернет, по всем странам, да, вот представь, тем, вы залезли, допустим, в страну, вы проживаете, к примеру, в России, вы залезли в страну, ну, давайте возьмем пример, Казахстан, да, вы туда залезли, и говорите всем, круто, денег много, идите ко мне, там, да, для вас работать через интернет, что у вас будут думать, понятно, что нас воспринимают, равняют с пирамидами, как бы это ни было обидно, но нас с пирамидами равняют, и равняют по той простой причине, что мы работаем через интернет, и вот эти вот пирамиды, еще до того, как мы вышли в интернет, уже подорвали, честным официальным компаниям, которые платят только белые доходы, репутацию, да, согласны, вот, ссылки сокращать для того, чтобы они не, чтобы сайт не заспамился, чтобы странички не блокировали, да, чтобы не спамились оригиналы, вот, что у нас с вами получается, да, ага, то есть созвон, да, вот, Оксаночка, и как раз по теме созвона, да, вот я сейчас говорю, самое главное при созвоне, познакомиться, показать, что вы обычный живой человек, там, мама своих детей, и так далее, и так далее, это, во-первых, во-вторых, рассказать о том, что компания, имея свой завод, собственное производство, платит только белые, да, как сказать-то, платит только белые доходы, что у нас идет стаж с уровня открытия договора с компанией, то есть вот это вот все рассказать просто вживую, это можно, извините, меня рассказать за 3 минуты, ответить на пару вопросов, и сказать, рассказать, допустим, еще, что я рассказываю, это то, что я вас буду обучать по готовым инструкциям, буду вам присылать текст, и вы мне обязательно отписывайтесь, как вы это сделаете, я-то договариваюсь, прямо глаза в глаза, там, в скайпе, в вайбере, в ватсапе, да, где угодно меня человек находит, в соцсетях, еще что-то, вот, и вы знаете, это очень легко и просто дается, да, вот, 10 минут, на самом деле, 10 минут, но что вам эти 10 минут дает? скажите, 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 что вам дают эти 10 минут? регистрация пришла, вам эти 10 минут располагают человека к вам, и человек вам начинает хоть сколько-то доверять, понимаете, что вам в интернете кто-то дал данные свои, понятно, что человек вам и так доверяет, но есть такое, что он начинает сомневаться, да, качественную регистрацию дает, почему качественную, потому что этот лидер зарегистрировался и пошел, и говорит, о, я сейчас директором стану, да, маме, папе, мужу, кто там у него, да, а ему говорят, ты что, ты ж в пирамиде, ну, так же бывает, 90% случаев, так и бывает, согласны, а тут вы ему позвонили, все рассказали, человек уже видит, что вы живой, что вы не скрываете, что у вас нет ничего плохого, вот это самое важное, я вот эту, вот эту фишечку, я ее, конечно, не сразу поняла, и я вам честно скажу, что вот первый каталог работы, вот я вам в начале вебинара рассказывала, как я нашла 54 регистрации, да, так вот из этих 54 регистраций, только было сделано 3 заказа, да, я четвертая, почему, вот я начала анализировать, почему такой маленький объем, процент активности, простите, да, почему такой маленький процент активности, и вот тогда я поняла, что нету доверия, живого доверия, глаза в глаза, у людей ко мне, вот, ну все, этот слайд мы с вами разобрали, и, конечно, вот тут вот самое главное, да, в накопительном эффекте, это как раз понимать, да, мы с вами отрекрутировали, созвонились, новичка запустили, все хорошо, да, и тут вот как раз, вот эта проблема, большинство лидеров заставляет сломаться, да, заставляет сломаться, и больше не возвращаться на проект, или работать уже с меньшим энтузиазмом, да, и когда люди работают с меньшим энтузиазмом, да, как вы знаете, человек, это такая, это такой организм, который никогда не перестает мечтать, да, он уже решил внутри, что он директор, когда он пришел, да, его мечты стать директором, но вот как раз таки получается, у него, у кого-то страничку заблокировали, кому-то в соцсети отказали, не дай бог, матерным словом послали, да, они разочаровываются, люди из-за этого, да, непонимание родных, ну, конечно, это можно бесконечно, да, бесконечно перечислять, у кого-то нет, компьютеры они столкнулись, сложности по работе, да, там с андроида, да, к примеру, с маленького вакуни-экранчика, вот, у кого-то что-то, да, и вот, вы знаете, всегда нужно верить в свои силы, даже те люди, которые на вершине, не с неба туда упали, и на самом деле, у нас всякое было, мы начинали работать через компьютер XP, Windows XP, да, то есть, это даже, да, не Windows, не 7, не 8, как сейчас, XP, вот, мы искали версии Skype, которые можно на него установить, он ужасно тупил, чтобы открыть две на нем, да, чтобы открыть на нем, допустим, браузер Mozilla, и браузер Google Chrome, у меня иногда уходило по 5 минут, а иногда он так и не открывался, приходилось перезагружаться, и снова открывать, то есть, вот через такие сложности мы проходили, пока я жду, пока страничка откроется, ребенок побежал, что-то схватил, да, и я понимаю, что мне нужен телефон, мне с него проще рекрутировать, и так далее, и так далее, да, непонимание родных было, да, то есть, мама мне тоже говорила, моя, да, мамулька, что я разобью все твои ящики, да, спалкает пылесос, и никогда этот момент не забуду, когда я ввела вебинар новичкам, новички, а муж мой в этот, в это время играл в прихожей, под моими дверями, чтобы мама не прорвалась, вот у мамы было плохое настроение, вот, вот, Ёль, ничего мы сделать не могли, так как мы не понимали, да, конечно, разочарования тоже были, когда пишут петиции, все такое, как я с ними, лично с этим совсем борюсь, я вам сейчас расскажу, да, блокировка страниц, рекорд, еще в прошлой компании, на букву О, когда я работала, рекорд у меня, я никогда это не забуду, 46 страниц за день, меня заблокировали, я осталась вообще без работы, грубо говоря, без резерва, без всего, без всего, вот, ага, вот Александра, да, ну, вот видите, всякое бывает, да, и, конечно, поревела, потому что странички были раскручены, там было на каждой, там, по 100, по 200 друзей, и для меня это было очень обидно, вот, и, конечно, все это мы, да, я могу сказать, что это ужас, вот, и потом я уже начала думать, почему странички блокируют, ведь это умерли мы накопительные эффекты, еще что-то, еще что-то, и благо, что лидеры самостоятельно начали меня находить на мою главную страничку, потому что знали, что я Анна Кононова, они гуглили, допустим, ВКонтакте в Одноклассниках Анна Кононова, и благо я находилась, потому что я была названа своим именем, вот, так мы воссоединились с лидерами, и вот, как раз ушли работать в скайп, потому что в скайпе мы никогда не потеряемся, скайп это, да, такая вещь хорошая, далее, значит, блокировку страниц мы пережили, спокойно я узнала, вот тогда, в то время я узнала о сайтах онлайн сим, смс реком, и поняла, что, оказывается, симки-то покупать не надо, что дешевле пользоваться онлайн сайтами, и это не накладно, да, далее, отказы, отказы отказов, да, в соцсетях, нет, 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 и я, как начала бороться с отказами, я думала, ага, человек мне отказал, ну, понятно, я ему чужая, но отказов слишком много, да, я начала придумывать кратко, да, краткие ответы, да, что спасибо за ответ, если вдруг надумаете зарабатывать через интернет, и буду рада вам рассказать, все, больше я ничего, то есть, я научилась не закрывать за собой двери никогда, то есть, вот это вот такая маленькая ерунда, через, допустим, человек мог сразу написать, ладно, пишите, что там у вас, да, и я начала понимать, что я зацепляю людей простым, культурным, обычным, да, как даже сказать, да, общением, чем вы более тактичны, более культурны, тем больше людей к вам может прийти, если бы вы, допустим, на грубость ответили грубостью, вот, а также нужно понимать, что люди, которые нам нагрубили, если сильно грубо нам нагрубили, то это неуравновешенные люди, и нам таких проектов не надо, чтобы они позорили имя компании, зачем, Faberlic это уже бренд, и довольно таки известный, так ведь, в 29 странах мира, мы работаем с известными дизайнерами, и так далее, и так далее, мы же ценим, мы гордимся своей компанией, гордимся, дорогие коллеги, или нет, как такой матершинник, зачем нам такого брать, и очень хорошо, что он сразу раскрылся, так ведь, да, и добра не надо таким людям желать, да, то есть, ничего не надо, на самом деле, таких людей можно игнорировать, вот, вот, значит, что мы дальше с вами, да, непонимание родных, были, были ссоры с мужем, когда я сделала, не только с мамой, но и с мужем, когда я первый раз сделала 50 баллов, и он пришел, кинул коробки в пол, и вот я это выражение, наверное, навсегда запомню, его лица, руки в бок, это, что мы здесь жрать-то будем, говорит, шампуни будем на хлеб намазывать, и вот я так, я так как запомнила, я ему посчитала, я ему все рассказала, как раз это было, я сделала первые 50 баллов, мы же их делаем, потом только приходит ОС, и уже вторые 50 баллов нам уходится, а за счет нашей заработанной объемной скидки намного дешевле, да, мы можем с вами даже до 60 процентов получать, да, но это уже тема новичка, вот, и что у нас с вами получается, муж орал, орал, я густой, тихо, 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 давай тебе покажу, да, то есть, и вот таким вот образом мы постепенно начали Антоху приучать к Фаберлик, и вы знаете, ему понравилось, он читал маркетинг план, два дня он со мной толком не контактировал, все, приезжал с работы, ел за компьютером и читал, ему было интересно, что там, к чему, и он сказал, блин, ну ты ж как хорошо, ты жила прям золотая, говорит, вот если там они не врут, да, то есть у него Антон умеет кричать, очень умеет, да, то есть если у мужчины в уме что-то перевернется, то вы, конечно, получите хорошую поддержку в плане рекрутера, да, к себе, вот, ну, конечно, мужчины редко занимаются вот такой вот организационной работой, но рекрутировать он мне начал помогать очень хорошо, вот, далее, значит, наши знания, нам нужно знать, дорогие коллеги, вот, ответьте мне, пожалуйста на вопрос, не подглядывая, сколько фабрика в Москве метров в квадрате? никто не скажет, да, 35 тысяч, да, конечно же, да, да, 40-40, еще открылось две производственных линии, вот, Оксана права, Оксана права, да, 42 тысячи, да, все правильно, вот, что я вам хочу сказать, 42, по-моему, Танюш, 45 разве, надо почитать, да, вот видите, я тоже, оказывается, расширяются, да, ну, да, у них открыты еще две производственные линии, они еще хотят редко, это вообще будет круто, вот, да, то есть, нужно знать немножко маркетинговый план, немножко правил построения, немножечко вот это вот все, вот эти вот все знания, которые вы даете своим новичкам, вы их даете как? Когда вам новичок задает вопрос при созвоне, да, очень хорошо, что вы можете на эти вопросы ответить, а если вы не можете на эти вопросы ответить, вы говорите, хороший вопрос, я как узнаю, я вам отзвонюсь, то есть второй раз перезвонить, это еще более тесное отношение, И, конечно, у новичка есть такой страх звонить, но не надо этого бояться, вы однозначно знаете больше, потому что если вы хотя бы были на одном вебинаре, то вы уже знаете больше, подсмотреть надо. 45-45, все верно, 45, было 35 тысяч квадратных метров, а сейчас 45, вот, то есть мы с вами регистрируем, общаемся, рассказываем о компании, учим правильно людей работать и потом мы их учим обучать. И вот это вот очень важно, знать, как это делать. Все знают, как это делать? Кто знает, как это делать, дорогие коллеги? Как регистрировать умеем, позвонить умеем, рассказать о компании, открыли, можете, пожалуйста, почитать, если вы что-то не знаете, да? Как правильно работать? Вы обучаетесь, да, обучаетесь рекрутировать, вас наставник ведет по обучению. И, конечно, как обучать новичков? Вам наставник дает то же самое обучение, по которому вы обучались и вы уже своего новичка обучаете. Так ведь? Все легко и просто в понимании. У кого нету готовых текстов для обучения, шаблона переписки, просите его обязательно у своего директора. Это очень важно. Вот. Далее, значит, мы не будем волноваться, что у нас мало знаний, и наш накопительный эффект будет еще лучше, если мы будем знать, что где взять. Так ведь? Далее, помощь наставника. Вот тут, дорогие лидеры, может быть, кого-то я ошарашу, но вы должны сами теребить своего наставника по столько раз в день, поскольку вам нужно. Это обязательно. Сами-сами теребите сами. Не наставник, вот вы понимаете, вот я директор, да, своей структуры, у меня в глубине у новичка не получается размножить Google Chrome, который ко мне зарегистрировался позавчера. И новичок вдруг пишет грубости в чат. Боже мой, как тут все сложно, невозможно, и начинается, начинается негатив. Я пишу в личку, что случилось? А я не могу Google Chrome размножить. Ну, хорошо, не можешь, позвонила, показала я эти ступенечки, показала, как добавить нового пользователя, показала, как его переименовать. Нашли мы с ней его на рабочем столе, 3 минуты, проблема решена. Вот. Что получается? Получается то, что лидер мучился, мучился, довел себя до того, что понес негатив в чат, а проблема была трехминутная. Да? Вот, понимаете? И, конечно, теребите сами своих наставников. Теребите обязательно именно своих наставников. Наставник не отвечает вам полдня. Да? Вот я, к примеру, могу куда-то уехать и полдня не отвечать. Мои новички все знают, что надо писать в чат для коллега, выберлик, и там им помогут. Там им помогут. Всегда и всем. Вот. Значит, все на этом проекте готовы вам дать максимальное количество знаний, помощи, поддержку. Но никто не догадается, что вы умеете, что вы не умеете. Это вы должны сами сказать своему наставнику. И тогда у вас будет все получаться. Вот это вот наши выплаты. Да? Тут тоже есть накопительный эффект. В выплатах, да, как вы видите, компания, да, дата регистрации. 26.11.2014 год. Вот я вам как раз говорила, мне не хватило 80 баллов до 9%. Я осталась на 6, да. И на компанию номер 2 2015 года я уже открыла 12%, да, старший лидер звания. 1098.46. И, конечно, за, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, за 9 каталогов мы открыли старшего директора. Именно за 9 каталогов старшего директора – это полгода работы. За 5 месяцев мы открыли простого директора. То есть, как вы видите, быстрый старт я не взяла, но мои выплаты меня устраивали, да. Видите, 50 баллов я не делала, 0. Второй каталог я тоже не делала, 50 баллов, да. У меня было 28, это 0. Я помню акцию новичка, 500 рублей дарили. Вот, значит, компания номер 1 уже 622 рубля на 6% я получила, на 12% 3 900 я получила, на 19% 11 тысяч уже, да. И потом несколько каталогов, 3 каталога мы были на 19%. Вот, но выплаты потихоньку, как вы видите, выплаты росли, значит, росла структура. И потом мы перешагнули планку и открыли директора, да. Директора тоже 31, да. Смотрите, как выплата скакнула шикарно. И старший директор уже 36, уже 36. Вот, дорогая Россия, я думаю, видели. И поставьте, пожалуйста, плюсики, дорогой Казахстан. То есть, я сделала распечатки в странах, да, во всех странах. Да, вы видите, что отчет сформирован 30.05.2015 года. Вот я какие распечатки нашла. Да, перебирала старые презентации и нашла. Конечно, радовались. Я была очень рада, потому что мне было чем платить за квартиру, за кредит, фрукты детям. Все, я уже была довольная, да. Вот, далее, значит, поставьте, пожалуйста, дорогая Беларусь. Ой, тут еще и миллионы. Я забыла, что, да. Вот. Но я думаю, миллионы будут понятны, да, Юля, понятно. Да, еще недавно же смена прошла. Мы осенью к вам приезжали, вас уже нолики убрали. Вот. Далее, значит, поставьте, пожалуйста, дорогая Украина. Плюсики. Вот, таким вот образом. Ну, чтобы всем было понятно, да, некоторым в рублях непонятно. Извините, я немножечко глотну. Я что-то простыла. Понимаешь, да, Мариш? Ну, кому-то не совсем легко. Да. Ну, и, конечно, накопительный эффект в вашей группе. Вот это вот самое шикарное. Когда в вашей команде появляются такие же рекрутеры, как вы. И чем больше этих рекрутеров у вас появляется, это значит, что вы тем больше рекрутируете вы сами. Понятно, что только от вашего личного рекрутинга появляются рекрутеры ваши, да. Представьте, вы научились находить по одной регистрации в день. И к вам пришел еще кто-то, да, допустим, девушка Маша, да. И вот эта девушка Маша тоже по вашим советам научилась делать 21 регистрацию в каталог. И у вас раз и 42, да, вместо 21. Вы должны понимать, если к вам придет 10 Маш, то сколько у вас будет регистрации? 21 до плюс 21 умноженное на 10, да. Это же шикарно, да. Вот так строятся структуры. То есть тут в накопительном эффекте важную роль играет понимание того, что чем больше зарабатывают ваши лидеры, тем больше зарабатываете вы. И по-другому никак. То есть если вы не будете заинтересованы в доходе своих лидеров, у вас пойдет работа медленнее. Если вы будете в первую очередь заботиться о их доходе, не о их росте, а о их доходе, вот тогда и у вас будет хороший доход. Одни дисконтники. Ничего страшного, дисконтники тоже хорошо. Дисконтники дают уровень, идут по стартовой программе, а стартовая программа у нас полгода. Конечно, накопительный эффект – это самая важная роль играет, когда мы ежедневно активно работаем. Систематичность, да, мы об этом уже говорили. И, конечно, практика. К нам приходит опыт общения, опыт обучения вам, да, то есть все становится легко. Сложности все буквально куда-то отходят, потому что у вас зададут вопрос, вы знаете ответ. Вы пошли рекрутировать, вы охватили за 2 часа 300 человек, у вас полдня свободных, а зарплата растет, а вы уже ближе к директорству. Вот тут вот уже, понимаете, такой путь, да, прошли грубость, прошли какое-то неумение, прошли незнание общения, да, вот это вот все прошли. У вас началось все получаться, и выплаты начали расти. И как снежный ком, ваша структура начала, грубо говоря, да, размножаться. Вот. И тут самое главное, мне бы вам хотелось сказать, что вот после, да, у нас уже с вами конец вебинара, да, после окончания, да, вот всего вот этого, да, я думаю, эта картинка вам будет намного понятнее, чем вы просто так ее увидели, когда просто работали в соцсетях, да. Совершенно другой эффект от этой картинки именно после вебинара, именно после этого, потому что у меня вот были случаи даже 15-ти процентники. Кстати, вот Иванова Катюша очень хорошо написала, даже 15-ти процентные лидеры сбегали, допустим, там, в Эйвен или какую-нибудь пирамиду, и потом возвращались обратно, просились взять. Да, я всех беру обратно, но тут дело в том, что я их уже не добавляю ни в общие чаты, никуда, пусть они мне докажут. Найдут мне 5 регистраций, делают 50 баллов, да, то есть я их наказываю, то есть сначала отработай мне, чтобы я тебя туда добавила, да, вот. Да, главное не теряться, двигаться дальше, вот. И, конечно, пытайтесь, если у вас не получилось так, подойдите вы с другой стороны, посоветуйтесь с наставником, да, ну, конечно, я вас очень прошу не прессовать своих наставников ежедневными просьбами, у меня ничего не получается, а то ваш наставник от вас заразится, да, мы должны понимать, что все мы одинаковые, все мы делаем что-то одинаковое, поэтому имейте уважение к своим лидерам, потому что одно дело, когда лидер пишет, да, вот мне, к примеру, Аня, вот так-то, 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 с такого-то охвата, столько-то у меня страниц, с такого-то охвата, у меня такой-то выхлоп, столько-то активационных заказов, что не так. И мы начинаем искать про таллингу, да, допустим, 2 с регистрацией, двое сделали заказ, да, или, допустим, 2 регистрации, обе сделали заказ, процент активности хороший но регистрации находится плохо да то есть лидер то ли мало рекрутирует то ли не там рекрутирует где-то до непонятно вот конечно же ездите обязательно на оригинальной конференции обязательно ездите там с нуля прям можно приезжать если вы зарегистрированы все можно покупать билет кстати вот билет в по россии к примеру да он стоит 500 рублей но вам подарят намного больше чем 500 рублей в подарки в итоге вы останетесь реально в плюсе вот и конечно когда вы хотите сдаться вы поймите что вы работали у вас есть команда вас есть люди которые вас верят да и уже бывает иногда легче стать директором чем да сделать шаг назад это да как бы вот и честно вам скажу у меня тоже а были моменты очень нехорошие моменты на проекте я один раз психанула сказал все я больше не буду работать крюк руком везде подсиживают ли что попало сочиняет но откуда у них на это время почему у меня на это время нет говорят и что такое бы почему мне некогда да то есть и конечно вот было у меня да искушение сдаться на 19 по моему я была процентах тогда она на самом деле было очень сильным когда еще я только оформил оформила и п и только еще вот еще не успела получить первые выплаты опять мама опять началось вот и ведь вляпалась пирамиду говорит съездила где что-то там продала кричала кричала вот был такой период когда вот на самом деле лучше обратиться к наставнику да вот меня тот момент поддержал очень хорошо именно николай вот и глядя на эту картинку я думаю вы все поняли смысл и я всем желаю быть человечком верхнем и никогда не становиться нижним потому что все в наших руках да и чем выше мы едем гору тем да чем чем нам тяжелее тем мы ближе к цели это на самом деле так конечно вот роберт и ким киосаки читала много его книг его книга бедный папа богатый папа очень перевернула личное мое мышление я думала у меня и так оно нормальное но прочитав ее я поняла сколько я всего не знала и да обязательно почитайте книжку бедный папа богатый папа вот и конечно этот мудрый человек сказал богатые люди строят сети остальные ищут работу на самом деле на работе по найму у нас нет возможности расти вот победители и неудачники да то есть давайте мы все с вами будем в синенькими да мы всегда будем видеть цель видеть возможности и делать статус директора да вот ждем вас всех на сцене с чеками всех ждем да и вот вы знаете вот эта вот картинка она когда-то когда я еще была в компании прошлое на букву очень поиграла важную роль когда я ее встретил эту картинку прийти сюда фаберлик да потому что как вы помните из моей истории успеха кто то есть видел кто то нет я немножечко вкратце вам скажу что я ушла из прошлой компании и вообще не хотела работать нигде а через две недели после как сказать ухода с прошлой компании мне написала в соцсеть девушка 16 лет из компании фаберлик позвала в пуберлик и именно директор этой девушки а был николай андрей когда то есть вот и как раз вот вот это вот картинка мне не давала покоя когда я ее прочитала я понимала что сколько бы я не работала там три на один там сутки да надвое работала и всякой семьи детей не видел а толку да то есть выбор конечно за нами быть богатыми и свободными или быть больными и бедными да вот это вот нужно обязательно понимать конечно дорогие коллеги вот последний слайд а если вы правильно выставляете приоритеты вас ждет не только просто простое звание директорство вы будете обязательно драгоценными директорами если вы правильно выставляете приоритеты чем правильнее себе вы их выставляете тем правильнее вы сможете выставить своей команде понятно ведь так вот и приоритет это систематичность и постоянство выдвигать себе и своей команде домашнего задания не будет потому что у нас с вами будут праздники а потом опять вебинар по активному росту как раз праздники заканчиваются он будет поэтому мир труд май всем далее значит рекрутинг у кого есть желание создайте создавайте по одной страничке в каждой соцсети каждый день пожалуйста вы до такой степени быстро научитесь их создавать что у вас на это будет уходить 15 минут да создание базы для работы и резерв да на случай блокировки 300 человек охвата в день да это арт волна очень симпатичное такое красивое платьишко мне оно очень понравилось а я довольна и вот значит сбор новичков на вебинары давайте платье потом пожалуйста и приоритет это самое главное самое главное в вебинаре в этом вебинаре это как раз вот эти вот приоритеты послушайте пожалуйста вот да то есть одна регистрация плюс созвон с нею 10-15 минут и сбор новичков на вебинары а если вы правильно да выставляете приоритеты то у вас в итоге будет хороший рост прекрасный накопительный эффект и крепкая растущая структура а это все что нужно для лидера когда у вас начинает получаться и вы видите рост вы становитесь уверенными себе вы становитесь магнитами успеха и когда этот магнит начинает к вам притягивать успех вы просто будете все больше и больше в себя верить и когда вас от вас будет вот этой вот уверенностью пахнуть да на вас очень много пойдет людей и в соцсетях при рекрутинге и везде и везде и везде вот поэтому это очень и очень важно и так дорогие коллеги спасибо вам за внимание спасибо что вы пришли потрудиться предпраздничные дни вот я на самом деле удивилась почему так мало людей пришло да было 14 человек я ахнула ухнула потом только вспомнила что да все на природу ушли у всех майские праздники я желаю вам удачи роста везения во всем вдохновения ловите от меня воздушный поцелуйчик вот всем пока пока вот да пока пока пока